здравствуйте в эфире 104 выпуск аудио дайджеста старт шер меня зовут феникс бекей и сегодня в нашей виртуальной студии растянувшиеся на 1000 километров собрались три игрока редакции стратега дима шизойтберг здорово привет дима манул привет трава как ваши дела кстати знаете что хотел сказать вот я уже который выпуск все подумываю раз-два димы надо загадать желать вот короче загадал уже нет смотрите сейчас я я виртуально между вами стою и загадываю самое главное желание для стратеговцев это чтобы карты оплаты psn вернулись на стратег вот давайте все загадаем это желание все скрестим пальчики и будем будем ждать чудес да почему не прошу что пейстор вернулся может фактически пейстор есть были карты оплаты в принципе затаривались поэтому как бы как бы вот так вот не посчитать это с меркантильным ну шо шо могу сказать вам классная неделька чет нам какие-то игры даже дают мы даже играем во что-то я на самом деле не все там выкидывать что дают на очень много на этой неделе дали игр нам вот прям рекордная наверное неделя за последние недели очень легко хочешь сказать наступила оттепель на игровая ты знаешь я не знаю теперь нет возможно долбежка непрерывная письмами гундежка всяким ребятам я вообще расскажу забавную штуку house of the dead нам так и не дали же ну то есть я вам скидывал переписку там естественно никто никто не знает кроме редакции но я скидывал переписку что написали издатели игры и я просто учитывая как в последнее время все дают при спокойном тихом разговоре через почту я просто они нам написали что если будет игра мы вам дадим я подождал вот сколько там две-три недели прошло я единственное что им скинул это кота из шрека в картинку они короче молчат ничего не пишут а там уже девушка пиарщица я такой думаю надо в радикальные меры я скидываю просто фотку катать шрека молодец жду ее реакции вот ну она очень тоже там отвечал так знаешь это было девичье сердечко не выдержать растает да будем посмотреть то есть будет эффект или нет если короче появится нас обзор house of the dead знаете кота шрека творит чудеса делитесь своими идеями как еще можно повоздействовать на издатель дикпики не предлагать это не работает не то чтобы я пробовал но я думаю что это не работает хотя нет пробовать не буду на что по играм ребят что же какие вы там новинки пробовали не знаю старинки я думаю опять ты будешь рассказывать за двоих меня очень скромно так что давай начинай окей поехали ну что ж могу сказать что ошибался я ошибался я ошибалась очень много игроков насчет индии дорога ли калу тривер прошлом дайджести говорил что игра сложная и не сбалансированная не вознаграждает это все так но при этом она очень оказалась интересная просто с ней надо разобраться и те кто в ней сидят подольше они в общем то начинают ловить за это действительно такой получается блатборн необычный на платформах на вот этих личных я в общем то благодаря чему к не вернулся потому что начал видеть такой буквально хэштег в комментариях тем кому игра зашла элден ринг не нужен я думаю блин ну а не то ли троллят то ли как бы действительно мне что-то есть и я понял да что надо покопаться и у меня ничего не получалось с ней но я увидел возможность убить первого босса как это обычно в играх from software бывает игрока встречает там первый босс по моему правда в демон соусе разве что не убиваемый первый босс хотя могу ошибаться один азиат его убил заколупал палкой первого не в курсе что его типа надо скипать и он его колупал колупал и заколупал бога демона в электрон там я что-то за да 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 вот этот пуза ну слушай это круто да вот я отталкивался от того что дам наверное все таки можно первого босса заколупать я чисто сел купать первого босса и у меня получилось него выпал убер крутой меч меч лжекороля он там накладывал дебафы но при этом был очень сильным я с этим мечом там вот как раз таки смог себе сколотить первый капитал маленький но мне позволил как-то продвинуться в этой игре и затянуло по страшному потому что да она меняется в плане вот этих сборок то есть тебе постоянно выпадает когда у тебя появляется уже набор оружия которые ты там имеешь право получить рандомно пусть но все-таки может по-разному сочетаться оружие магия талисманы с интересными свойствами как я не знаю например можно врезаясь противником там можно ворвать у них там ману здоровья там или какие-нибудь акробатику крутить ну в общем интересные вещи вот и то есть как повезет бывает что прям хорошие сборки попадают бывает не очень но вот если повезет то ты там будешь нагибать даже сложных боссов кстати босса там сложные там есть босс из разряда что если ты не успеешь его побить у тебя сажут злые собачки такие демоническая стая гончих вот и что еще интересно что в игре есть модификаторы которые ты как бы применяешь перед новой каткой и они кардинально меняют игровой процесс например из модификаторы которые делают карты большими меняет их планировку или поменьше делают какие-то срезы которых не было предусмотрено изначально то есть из локации в локацию ты можешь допустим переместиться просто даже не в соседнюю локацию там есть разные руты а просто вот к боссу боссу прийти навалять боссу определенной локации собрать с него вкусняшки и пойти там другим путем который тебе больше нравится вот лут ривер я прошел семь раз и тут ну это я ее больше на самом деле прошел просто после семи раз мне выпала такая штучка как новая игра плюс и там типа из разряда с парень ты как бы я видим что ты типа кайфуешь а не хочешь на новую игру плюс я я чувствовал подвох и да я согласился на новую игру плюс в общем согласившись на нее не смог покинуть даже пролог то есть там даже вот базовые монстры они жутко стали злобные активные они стали применять тактику то есть например ты пытаешься на них налететь с платформы там как бы пытаешься их задавить они как бы становятся как-то сбоку и атакуют тебя под углом то есть у них немножко меняется поведение и это прям неудобно это интересно что не просто здоровье x400 да то есть у них атака высокая и при этом они вот еще вот так вот хитрят и в общем пока что отказался от новой игры плюс но зато почти выбил все ачивки там одна мне осталось довольно хитрая и в целом ну игру я прошел наверное раз ну 20 там с истинной концовка и все прям все залутал что только можно но я уверен там еще много еще есть в общем рекомендую лут ривер такая немножко необычная игра в том плане что с первых впечатлений кажется какой-то уж слишком несправедливой и даже плохой потому что да она визуально выглядит не очень анимации такие но на самом деле геймплей раскрывается просто надо иметь желание пострадать если вы так сказать соусы любите то желание пострадать вас вам поможет короче долго раскачивается да да нынче игрок не сильно готов к долгому раскачиваем да думаю вот геймпасе люди как-то вот полояльно относятся к таким вещам как-то вот пытаются попробовать что-то новое и не видел положительных отзывов там немало а вторая игра которую как раз таки уже прошел да на 1000 g выбил комплит это трек ту йоми писал о ней в конце прошлой недели игра мне очень понравилась как раз таки тем что вот стилистика такая очень классная но еще неплохая там боевка вопреки мнением некоторых блогеров которые называют боевку сифу дерьмовый и что кому-то надо вправлять руки я так не считаю боевка в трек ту йоми хорошая в сифу тоже кстати все фу тоже выбил плашку и очень классные игры вот но трек ту йоми она все-таки такая как бы не определенный запас прочности есть то есть там только сражение а их хватает ну на часов 20 чем-то и у меня как раз вот на это время ушло пять прохождений чтобы выбить все ачивки ну и насладиться и в полной мере единственное что скажу отличаются в ней сложности то есть там четыре сложности я на тот момент в обзоре не все затестил но они прямо разные игровые опыт дают то есть например суб максимальная сложность рунин там враги очень толстые и с ними приходится прямо фехтовать то есть там какие-то тактики изобретать чтобы их оглушает там проще как там прямо на долгие такие баталии нацелена то есть особенно с боссами нацелена игра а есть там вариант ну максимальной сложности который типа на которой тебя убивают с первого ударом и там но при этом ты убиваешь с одного удара рядовых противников как в кино да как в кино то есть такая киношная получается да то есть с одного удара красиво все там разлетаются или ты или тебя но при этом боссов надо ковырять то есть они с одного удара не боевать там тактика меняется обычных врагов ты там уже забрасываешь их сюрикенами там ну потому что они отлетают от одного там чихо вот а с боссами уже приходится просто навык отточить максимально потому что ни одного удара как бы нельзя пропускать а вот а остальные две сложности нормал и легкий но они как бы больше про то чтобы сагар с собрать всякие приемчики я бы сказал потому что вещи которые ты подбираешь там апгрейды они отличаются на разных сложностей то есть на высших это свои и кстати на максимальной сложности нельзя выбить определенные ачивки за сбор всех апгрейдов потому что их там просто нету вот и если кто-то будет выбивать трофеи том числе на playstation то знайте что все что связано с собирательством ну за исключением исторических всяких ценностей там апгрейты здоровья приемы все это можно выбить исключительно на нормале на нормале или на легкой ну в целом я думаю что любители японии не останутся в накладе должны попробовать стректуеме все-таки такие игры выходят редко профиктование опять же вот в обзоре вспоминал буси да блейд вот именно максимально близко к этой игре проект он еще был в конце 90-х этот файтинг первая вторая части я знаю у него много фанатов но именно вот чтобы просто на катанах драться вот именно про это игра вот она была так давно чисто вот про это процесс не ничего более и вот счет ректуеме но у меня все на этом ребят секиро секиро там же ниндзя там очень такой комплексная комплексная секиро как анимуша ты как бы вроде и с мечом но но не то не так цусима ну ближе но все равно как бы тут скорее димон хочет передать такую мысль что именно идет фехтовальня то есть да мобы на тебя нападают в систему как бы фехтования с ними на мечах бьешься они как все герои впрочем ты подошел и трескаю то есть о чем был будет больше до блэйда в отличие от того же да в этого на госту сусима про фехтование такое знаешь типа как а-ля симуляция фехтования вот за что свое время любили такую серию файтинга как virtual virtual fighter что типа над ним под реализм вот отличается от этих всех таких вот анимешных файтингов она больше да про такие вот какой-то вот реализм и тут тоже track to yomi и буси the blade они про то что да вот пропускаешь и ты грубо говоря отлетаешь от одного удара но если она играешь на такой сложности повыше средний вот а в густу сусима получается да у тебя там были какие-то статы то есть там прокачка все так комплексно и грубо говоря тебя не убивали как положено там с одного дара понятно так ну что я я я я я я я пощупал evil dead шикарно сегодня как раз нам релиз да сегодня как раз игра вышла и блин для меня короче такой небольшой флешбек в детство произошел потому что я точно помню что третью часть я смотрел еще на кассетах на видике первую и вторую я как-то там кусочками может быть где-то что-то как-то видел но осознанно я пересматривал их уже ну прям не знаю там лет в 30 где-то может чуть-чуть помоложе то есть мне стало интересно он стал интересно кто там как-то общаячь что происходило что было что ты вообще любишь авторский кино наверное ну на такая история что я вот понимаю что я вот какое-то кино увидел да может я его обрывками Peter я его не не видел целиком я могу не то что бросить все я его могу тут же фоном где-то включить и смотреть и как бы все целиком половить им не будет круто не будет по кайфу вот и тут как бы такая же история произошла в свое время. Что касается самой игры, то она, конечно, такая, ну, блин, это немножко не ААА, как будто по ощущениям, да, то есть, может быть... Это ААА, надеюсь? Это ААА! Иди сюда, Слыч! Это АИВЛД, да, да. Вот. Блин, очень странное ощущение игра вызывает, но не могу сказать, что прям суперплохие, но очень странные. Вот просто странные, и все. Я так понял, что в сетевой игре без друзей, в принципе, будет скучно. Ожидаемо, ожидаемо. Я в БАИТе это тоже прочувствовал. Да, то есть, кооперативчик, он и в Африке, кооперативчик, нет друзей, тебе скучно. Но мне понравился режим задания. Вот, я его запустил, потому что в одного же надо было что-то поиграть, посмотреть. А это сюжетный, да, который, Егор? Да, слушай, он как будто бы сюжетный, да, то есть, допустим, первое задание, ты начинаешь... Это со второй частью фильма было связано, тебе нужно было пойти с Эшем, найти амулет Линды, его девушки, потом найти лопату, потом выкопать Линду, потом вытащить голову и пойти ее в сарайке зажать в тиски. Ужас какой-то. Такое кино. Да, такое кино. Ну, как бы в фильме-то все было реализовано, ну, то есть, в рамках одного участка, то есть, домик, да, там все происходит, какая-то дичь. Тут слегка расширили, как бы, область действия, то есть, большая такая карта. Ты там бегаешь, у тебя есть дробовичок, у тебя есть бенцепила, да, ты ищешь эту лопату, постоянно появляются какие-то зомбари. То есть, их немного, ну, там, один-два за раз нападают, но они бьют очень больно, и как бы, если ты с ними не сражаешься на равных, то есть, там, ударил, отскочил, то они тебя, в принципе, сожрут. Вот. Есть какие-то предметы, типа колы, которые восстанавливают здоровье. И стёб, стёб, самое главное. То есть, его, по сути, ну, как бы, вроде бы, нет на нём акцента, да, на каких-то приколах таких вот, которые были... Так, а это «Бумстик решает бабах-палка» знаменитая? «Бумстик решает бабах-палка» знаменитая, потому что, тем более, её можно поменять на какой-то более крутой «Бумстик». Вот. То есть, там, по редкости ещё оружие отличается. То есть, это вообще отдельная история. Фишка в чём? Получается, ты... Какие-то приколы из фильма, и вообще, вот, приколы, которые появлялись со второй части именно, потому что первой части приколов-то, фактически, никаких не было. Вот. Они, как бы, тоже там присутствуют. Допустим, ты, когда Линде башку выкапываешь, вешаешь её на пояс, она тебе начинает говорить, как в фильме. Как мемир с Кратосом, что ли? Не-не, ну, типа того. Слушай, да, очень похоже. Она тебе начинает там говорить, что вот, это я же, Линда, типа, ты спаси меня. А потом она такая, мы тебя достанем. Начинает напевать такая, знаешь, короче. И причём этим демоническим голосом. То есть, у неё меняется голос постоянно, она висит. Это здорово. Во-первых, это крипово. Начнём с того, что это крипово, и смешно одновременно. Такой уровень чёрного юмора критический. Ты бегаешь по лесу, там гром, молнии, дождь, короче. До тебя кидаются деревья иной раз. То есть, очень такая классная атмосфера вообще сделана. И при этом геймплей деревяннейший. Просто вот топорная стрельба. То есть, такие хреново склеенные анимации. Непонятно, когда тебя уклоняться, когда атаковать. То есть, ну, плюс-минус понятно, но управление неотзывчивое максимально. То есть, такой очень странный эффект создаётся. Но при этом атмосфера, ну, просто пушка. Примерно то же самое и ловил, когда играл в этот... Не чужой пятихищник, а именно в хищника, который Predator's Alien Ground, что-то такое, как он там назывался. Ну, который вот самый свежий был. Кстати, Evil Dead с ней сравнивали, да. Потому что там тоже уловили атмосферу, я так понимаю, да, вот. Да, да. И, понимаешь, ещё когда Терминатор Resistance вышел, или не Resistance, как он там последний назывался, я уже забыл. Ну, короче, самый свежий, который Терминатор был, который не кооперативный, который сюжетный, где тоже очень хорошая атмосфера, на сгиблеем жопа. Да, резистность, правильно. Ну, вот. Получается такая фигня. Ну, это главный вопрос для фанатов фильма. Брюс Кэмпбелл-то что-нибудь озвучил там? Или только реклама? Брюс Кэмпбелл там нормально, там нормально. Да, отжигает. То есть там есть такая механика, что ты должен отгонять от себя страх, поджигая, ну, как бы делая себе свет. То есть ты можешь поджечь костёрчик, разжать, спички собираешь, ходишь. Вот, ты можешь поджечь там лампу, и вот он такой всё время подходит, что-нибудь поджигает, такой, ха-ха, я делаю свет. Ну, такие есть такие всякие. Ну, это всё работает на атмосферу, это на самом деле хорошо. Да, то есть высказывания лайтовые, там он кряхтит, бегает, и всё такое, ну, весело. И трофей, трофей прикольный. Я посмотрел трофей, есть отдельный, четырьмя эшами разными. Вместе команда, да. То есть команда из четырёх эшей, команда из персонажей первого фильма, команда из персонажей второго фильма. То есть в качестве персонажа несколько эшей разных, то есть из разных фильмов. То есть он как бы вроде бы один и тот же, но внешне отличается немножко. Вот такая вот штука. Ну, бензопила на месте, бухстик на месте, да, шуточки сальные на месте, графона нет, геймплей топорненький, атмосфера на уровне, в принципе, с друзьями, там, я не знаю, под пивко. Под пивко вот это вот. Да, да, да. Будет легко. Но многие, кстати, ждут такие игры, то есть часто в последнее время, видишь, много вышло кооперативных игр, но не все они были хорошими. И люди как бы аппетитно гуляли, но надо, чтобы все-таки выходили игры годные. Слушай, у нас вот с Димой, я думаю, Дима поддержит, есть только вопрос один. Зачем это нужно, когда есть Фортнайт? Когда есть Геншин? Запускаю, что не все играют в Фортнайт пока что, но в будущем, конечно, все будут. Все по голове. Конечно, мы это все шутим, шутим, да. Конечно, кооперативные игры, когда они чисто заточены под кооператив, а не под вот такие всякие штуки, типа соревновательные, это максимально приятно. Ну и плюс стилистика, связь с какими-то киношками, айпишками и прочими штуками, она всегда играет свою роль. Поэтому как бы игра имеет место быть. Будет у нас кросс-обзор, будет у нас стримосик. Ну, я так понимаю, стримосик будет примерно где-то с аудиодайджестом в одно время или сразу же после него, наверное, да, Дима? Не будем загадывать. Не будем загадывать. Оно будет. Оно будет, да. Так что вот как-то так. Ну, у меня все. Я бы еще рассказал про мобильный Геншин, который сосет время, но нет, это мы отложим до других времен. Еще я поиграл в Card Shark, но это уже будет у нас для текстовой версии в демка Card Shark. Это просто песня. Я еще просто попутно слушал аудиокнигу Ивана Гончарова Обломов прослушал ее целиком, и она попала под атмосферку под Card Shark, и, короче, очень интересный эффект получился. Засасал. Это, кстати, классно, когда читаешь какую-то книгу, и при этом игра перекликается с тем, что, да, ты играешь, ты читаешь? Да, там так и времена совпали, скажем так, в какой-то степени. Ну, и, в общем, такое... То, что рисовала мне в голове книга, то же самое примерно нарисовала мне игра, вот, чисто визуаль. И прикольно получилось. Тогда, ребят, это офф-топный вопрос на засыпку. Одна из моих любимых книг «Сто лет одиночества». Кто-нибудь знает игру, может быть, чем-то похожим по атмосфере или по сюжету? Я вот тебе со стыдом признаюсь, я ее не читал. А, понял. Теперь появился повод. Очень классная книга, всем рекомендую. «Магический реализм», так называется это направление. Не зря автору выдали Нобелевскую премию. Прикольно. Я просто пошел по пути восстановления классики со школы и как бы не в текстовом виде, а в аудио, потому что в аудио книги раскрываются немножко иначе, и те книги, которые невозможно читать, их очень порой легко слушать. Это вот весь Лавкрафт, например. А еще, мне кажется, очень хорошо в путешествиях, да, заходят аудиокниги. Ты знаешь, я для себя открыл такую штуку, что когда я делаю какую-то механическую работу или работу, которую не требует... Да, каких-то глубоких измышлений и все получается круто. Особенно даже на моей вот основной работе. Я могу пойти, у меня все механически уже работает после почти 15 лет работы, и как бы голова пустая в этот момент, и хорошо туда аудиокнижки залетают. Возьмем на заметку. У тебя что, Дим? У меня, как я и говорю, скромненько. Я добил платину в этом суперсонике, суперклассном. Вкусно. Вкусно. А, ты добил платину? Серьезно? Да. Ты осилил вот эти несправедливые гонки? Ну, мы вместе с Настей их добили в дуо. Дута поздравляю. Как я беру вдвоем. Это проще, но это все еще убого. Все. Поэтому это максимально бесячая хрень, хоть и вдвоем. Короче, кто хочет поиграть, расхотите. Я предлагаю вам расхотеть. Ну, давай. Обычное предложение. Да. Пострами разработчиков. То они там... Ну, правда, там ей бы получше. Там как бы музыка ничего так, гоночка сама по себе. Ну, ничего так. Нормально. Ну, как бы, если не замахиваться на платину, ну, типа, пойдет. Понятно, что есть где-то там краж, где-то там есть Марио, который тупо лучше. Но, тем не менее, типа, неплохо. Но когда ты идешь на платину, это... Блебутин. Никто не тестил явно эти условия, этих ботов, это ты... То есть там как-то написали, и типа, ну, едет, едет. Ну, классно. Ну, многие игры, они портятся, когда ты выбиваешь не к платину, потому что они часто не приспособлены под те задачи, которые там предписывается сделать. The Last of Us. Вся кривота вылазит. The Last of Us, привет. Вся кривота. Да, да. А второй момент. В форточке я мучаю шестой щит. Меня он дважды уже подставил. Первый раз я построил в одну сторону, мобы появились с другой на последней волне. Я такой, ну, хорошо, значит, респ там. Я перестраиваю, запускаю еще раз. И они такие, а нет, мы идем с другой стороны. Привет, пока. Давай удачи. Так что я поднял сотку, теперь нужно достроить, короче, с двух сторон, и победа в кармане. Зови. Когда-нибудь. Потому что первый раз я проходил на 96-й силе, типа, было чуть посложнее. На сотке, когда проходишь, сколько там, первые пять волн, ты просто такой, ну, да, пацаны, вы там, я вижу, идете, ну, давайте, я чуть-чуть постреляю. То есть, ну, еще проще стало. Ступо надо подформить, накидать вот этого вот, ловушечек, и все. Будет у меня трофей. Так что это ты меня зови к себе. Но это у тебя будет трофей, или уже тоже там 100%? Трофей? Нет, на платины там еще часов 300, стоит на 500, теряю. Просто гринда. Ну, смотри, у меня трофеи, типа, разведать территории, там нужно полторы тысячи, у меня сейчас 267, если не соврать. Полторы тысячи и 267, ну, как бы вот, катка идет в среднем 15 минут. Может, кому не лень перекалькулировать. Это если еще тебе классные тиммейты не завалили, ничего. Да, зафорсить ты не можешь. Вообще никак. Никак. Дима, ты еще вот говорил про Fortnite, что там можно выше, точнее, на пятый уровень прокачивать, ты говорил, какие-то предметы, что ли? Выживших и чертежи. А, ну, это как-то помогает тебе просто? Ну, по факту, смотри, там, ну, допустим, на примере пятого счета, ой, шестого счета, там сейчас мобы сотого уровня. Ты можешь перекачаться и прийти там 130 уровнем, с оружием 160 уровня и все в таком духе. То есть этот, как бы, типа сюжетный режим, он честно закручен на циферке. То есть вот если игра написала минимальный уровень 100, ты как бы можешь, кряхтя, пройти там, ну, типа, как бы на 96, грубо говоря, там, 20% разницы, если у тебя будет, от рекомендуемого у тебя ниже. Ты как бы пройти, типа, можешь, но будет сложно. Но если ты идешь выше, играть честно, перечитывать твои циферки и, как бы, да, ты такой, я побеждаю. Плюс такой момент, вот, как к Егору, если приходить помогать, оно тебя на эту локацию по капу снизит. Но при этом оружие у тебя остается, как бы, силы той, которой накачал ты себе вот по уровню. То есть у него урон, как я понял, не скейлится под уровень локации. Ну, как минимум, не так сильно, как уровень. То есть, ну, ты все равно выигрываешь с перекача. Даже если ты заходишь на старой локации, у тебя все равно мощнее, чем чувак с этим уровнем, равный этой локации. Поэтому циферки. Все в циферке. Вот весь Fortnite этот кооперативный, ПВЕшный, он тупо в циферках. Цифры решают. Ну, то есть, как мобильные гринделки. То есть, это вот смысл тот же самый. Ну, даже лутбоксы сидишь, крутишь. Раньше за реальные деньги, теперь за виртуальные, которые только там и тратятся. Да, ежедневные задания. Еженедельные. И все в таком духе. Так же сидишь, качаешь выживших, оружие, ловушечки. Ловушечки, в принципе, ты качаешь, по факту, наверное, пока только для щита и потом для кого-нибудь хай-энд контента. Я как понял, там раньше был 130 уровень максимум локации, сейчас, походу, там 160 или даже больше. То есть, в принципе, ты 5 звезд, сверх 5 звезд тебе качаешь, только чтобы пойти, там, получить люлей на супер-хард версии заданий. Где, по сути, наверное, подбегают, стенку ломают просто там. Хладься нету, хладься тебя нету, все, вас нету. То есть, там, по идее, жесть. Короче, вывод такой, если хотите какую-то такую жирную плашку, идите лучше в Genshin, там интереснее, веселее. Разнообразие. Но, правда, только на PlayStation 5. Либо играете на мобилке, потом засинхроните на PS5. Да, это тоже работает. Вполне можно и на ПК-шечке засинхронить, там все. Теперь, они теперь починили, у них теперь честно работает везде кроссплатформа. Я теперь так играю. А, кстати, кто-нибудь может пояснить, почему Михоев всегда делает персонажей в своих играх одинаковыми? То есть, они представили новые игры, а там персонажи такие же практически, как в Genshin. Это мультивселенная. Мультивселенная. Ну, как бы, и это тоже, но, типа, Genshin, ну, пока что все так, это понятно, уровни теории, предположений, но Genshin, типа, как бы, такой мультиверс от Ханкая, и тот же Star Rail, это, типа, продолжение Ханкая. В общем, Genshin и Ханкая Импакт, то есть, Genshin Импакт и Ханкая Импакт, это, типа, как бы, все в одной на вид вселенной, поэтому... То есть, это еще обосновывается. Не прямое, то есть, типа, не прямое, но похоже. Ну, понятно, что они прямых пока подтверждений не дают, потому что сюжет пока движется, все дела, но очень слишком много пересекается, и это не, ну, это не импотенция, знаешь, дизайнера, типа, давайте мы сделаем то же самое. На вид это все умышленно, специально, и, типа, ну, вот это, ребята, вот так. Как Нир Автомата, одна из концовок, типа, какого там, Дрекингарда или кого? Да. Да, то есть, все сложно, все сложно. Ты Йокотара такой снимаешь, шляпу говорит. Мы такие все знаем, что ты снимаешь. Слушай, видишь, новые IP они сделали, там совсем другие персонажи, то есть, там они совсем, вот, другое. А здесь все на вид перекликается, а-ля... Там же в этом, в Ханкай, из того, что я кусочками видел, там, а-ля Дерево Игдрасили и прочее, и они вот, типа, так, походу играются с мультиверсом, своим внутренним, интересным таким образом. Ну, в любом случае, они, будут развивать, Джоши и Геншин, и эти новые проекты, поэтому мультиверс, это очень было бы удобно. Ну, Ханкай на вид скоро закончится, поэтому у нас Star Rail, типа, продолжение, ну, похоже на продолжение, прямое причем. Сначала думали, спин-оффчик будет какой-то, на вид это все-таки прода. А Геншин, ну, там 7 регионов, в общем, заявлено, пока вышло только 3, поэтому там еще есть куда разгуляться, и что наворотить, ждем. Десятилетний план. Ну, типа того, они примерно, да, они десятку-то и заявили, поддержки первоначально, когда еще релиз игры озвучили, 10 лет поддержки, 7 регионов, ждите, мы вас будем развлекать. Ну, так. Ну, ладно, я думаю, что мы-то развлекали уже. Угу, у меня 30 минут. у вас больше. Ну, да, у нас аж 36 почти. Жуть. Жуть. Но старались так сказать. Жудо. Ладно. Все, будем закругляться. Короче, всем пока. Счастливо, счастливо. Ну, а я по традиции. Надеюсь, что нашим слушателям все это дело нравится, и они довольны нашим делом, которое мы делаем. И не забывайте заходить к нам на сайтик. Мы вам очень там рады. У нас там разные материальчики, всякое интересное. Также ВКонтактик, Ютубчик, Твитчик, там тоже всякое происходит. Тележка. Еще телеграмчик, да, да. И еще страничка донатов, ребят, страничка донатов появилась. Заходите, смотрите, если у вас нет возможности, но есть желание поддержать, ну, то есть нет возможности в плане предоставленных вариантов поддержки, вы можете написать нам, мы что-нибудь придумаем, какие-нибудь там, я не знаю, карты, телефоны, вам подскажем, как это можно все реализовать, потому что многие пишут телеги, нет, допустим, там Сбербанка, мы не можем платить, не можем вам ничего закинуть, потому что мы хотим через Сбербанк, ну, мы решаем эти вопросы очень быстро и оперативно, поэтому как бы не стесняйтесь, пишите. Да. Всем поможем, всем ответим и всем хорошего настроения. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok